МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь. Садитесь. Итак, я приглашаю сюда на сцену Шамиля Ахмадулина. Доброе утро всем. Хороша меня слышно? Поднимите правую ручку, если хорошо меня слышно. А теперь поднимите правую ручку, если вы меня помните и приходили две недели назад. Кто меня помнит? Отлично. И вспомним, вспомним, вспомним то, что делали в прошлый раз. Давайте. Кто помнит? Поднимите ручки, кто помнит. Для тех, кто не помнит, рассказываю. Одну ручку делаем вот так. Вытягиваем вперед. И левой рукой показываем, что все супер. И меняем быстренько. Получается? А вот это? Смотрите, есть еще прикольное упражнение, новое, да, называется «Ухо-нос». Одной рукой хватаете и быстро меняете. Ну, потом еще потренируемся. Хлопаем в ладошки. Итак, технология запоминания английских, иностранных слов. В действительности, любые слова можно так запоминать, иностранные. Любой язык, который вы даже не изучаете и не знаете, просто если у вас есть слово, транскрипция, как оно читается, и, соответственно, перевод. Кто английский в школе изучает? Ну, в общем, я не ошибся, да, немецкий, там, французский мало у кого есть. Поэтому будем сегодня разбирать, работать с английскими словами. И в конце, я надеюсь, точнее, я даже уверен, что больше десяти английских слов вы запомните. Кто знает, тот знает, кто не знает, тот запомнит. Во-первых, находим у английского слова созвучное слово на русском. Давайте пример. Назовите мне пример, пожалуйста, какого-нибудь английского слова. Кет простое, кет простое, вот Apple, Apple, да, яблоко. Смотрите, слово Apple читается как Apple. С чем созвучно слово Apple? Нет, нет, не перевод, с чем? Аппликация замечательная. Apple созвучно с аппликацией, но чуть-чуть созвучно. Смотрите, очень важно. Сейчас, когда мы будем работать, да, я буду работать, особенно в начале, с теми ассоциациями, которые приходят мне. Вы, когда будете запоминать, работаете с теми ассоциациями, которые приходят вам. Даже если для всех остальных это кажется полным бредом, вы работаете с тем, что кажется вам. Apple, аппликация, вот что нам нужно представить, да, нам нужно представить, что мы вырезаем из цветной бумаги яблоко и куда-то его вклеиваем. То есть связываем с русским переводом, да, мы связали то, что мы из аппликации вырезаем, ну делаем аппликацию из яблока и три раза нужно повторить, чтобы транскрипцию запомнить. Apple, Apple, Apple. Дальше нужно работать с карточками, чуть позже расскажу. Первые два-три слова я вам подскажу, дальше будем делать вместе, согласны? Отлично. Итак, первое слово, фут, как переводится? Смотрите, когда я говорю, кричим громко, значит кричим вслух. Как переводится, кричим громко? Ступня. Молодцы, это не нога, да, как многие думают, это ступня. Фут, ну, у меня простая ассоциация, я думаю, у многих она такая же, с футболом она ассоциируется, да? То есть представляете, как какой-то здоровый мужик бьет ступней по мячу, это футбол. Легко запомнили. Дальше слово какое? Лег. Как переводится? Колено. Оно переводится, нет, 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 оно не переводится как колено, оно переводится как нога. Нога. Смотрите, с чем лего-транскрипция созвучна? Лего. Лего. Замечательно, у меня тоже созвучно было с лего. Вот смотрите, представьте, как, кто играл в конструктор лего, у кого почти все играли, замечательно. Представьте, какая же самая частая деталь в конструкторе лего? Ну, квадратик такой, да? Два на четыре. Ну, четыре на четыре в действительности самая частая. Вот, представьте, как вот этот кубик лего, да, вы на коленку себе ставите, или одеваете даже, квадратно одеваете. Представили? Теперь повторите три раза. Лег, лег, лег. Замечательно. Дальше. Hand. Рука. Кисть, кисть. Но в действительности рука. А, кисть, да. Sorry, sorry, sorry. Arm, рука, да, ведь? Hand, кисть. С чем созвучно? Поднимаем руки. Тяните руки выше. Оранжевое. Handmade. Что? Handmade. Это когда... Handmade, да, я знаю, что такое handmade. Кто знает еще, что такое handmade? В общем, мало кто знает, плохая ассоциация. Вот есть оранжевый микрофон, пожалуйста. Вот там девушка вот тянет, тянет прям вот упорно. Honda. Honda. Honda, смотри, там О. Все-таки надо хотя бы две буквы, чтобы было. Давайте акции, ребят. Вот оранжевый микрофон здесь проводим. Hyundai. Hyundai, пошли машинки. Да, не-не-не, не нравится мне. Hand. Trend. Что? Trend. Trend. Trend? Disney Land. Кто знает слово «тренд» что означает? Мало кто знает. Плохо, 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 плохо. Ну, в действительности сложное слово, да, в плане созвучности. У меня со словом «хан» ассоциируется. Хэн, хан. Знаете, кто такой хан? Да, это такой восточный царь, король и так далее. Хан, вот представляете, как хан в такой меховой шапочке, или даже в чурбане, вот, он своей кистью хватает. Что он может хватать? Нет, не надо, я был. Золото своей, да, огромной рукой хватает. Повторите три раза. Hand, hand, hand. Вы представили, как хан хватает рукой? Отлично. Арм, ну, соответственно. Армия, да. Армия, хорошее слово. Что делают в армии солдаты, кроме того? Кроме того, что служат и воюют. Я вам открою суровые реалии российской армии. Солдаты копают. Очень много и очень усиленно. Копают они, соответственно, чем? Лопатой и руками. Вот представься, как солдат копает и думает, что хочет домой вернуться. Представили? Замечательно. Повторяем три раза. Arm, arm, arm. Дальше что у нас? Нек. Что такое Нек? Гром. Шея. С чем созвучно Нек? Нек. Не-не-не, поднимаем руки и вот девушки к вам подойдут. Бордо старожные варианты. Некарал Никелодиум. Бордо. Некарал Никелодиум. Некарал Никелодиум. Опустите пока руки. Кто знает такой фрукт Нектарин? Отлично. Нектарин созвучно с Неком? Да. Как нет? Созвучно. Вот представьте, что вы взяли Нектарин. Нектарин на что похож? На персик. На персик, да, такой? Красненький, гладенький только. Вот представьте, что вы взяли этот Нектарин и зажали подбородком рядом с шеей. Представьте. Представляем только с открытыми глазами. Тренируемся с открытыми глазами представлять, чтобы когда в школе что-то надо было вспоминать, не морщились и глаза не закрывали. Итак, представили? Три раза повторяем. Нек, нек, нек. Отлично. Следующее слово какое у нас? Это нос. Его надо учить? Нет. Потому что оно созвучно с русским носом, поэтому учить его не надо. Это самые замечательные слова, которые созвучны с русскими, поэтому они легко запоминаются. Айс, айс. Глаза, глаза. Ай. С чем глаз? С чем ассоциируют? Созвучен чем? Ай. Больно, говорят же. Отлично. Все, больше нет, это совпадает с моим. Ай, больно. Не очень хорошая ассоциация, но чем ярче она, тем лучше. Представьте, что вам мячиком в глаз попали. Достаточно. Что вы говорите? Представили? Отлично. Повторяем три раза. Ай, ай, ай. Ай-броу. Это, в общем, в брови. Но тут легко запомнить. Ай, в бровь попало. Представьте, что там, не знаю, футбольный или теннисный мячик не в глаз попал, чуть выше. Тоже больно, но уже не так больно, потому что в бровь. Как читается ай-броу? Ай-броу. Ай-броу. Повторяйте три раза и представьте картинку. Дальше. И, да. Да. Уши... С чем? Поднимайте ручки, кто придумал отличный созвучный образ. И там же есть из Винни-Пуха ослик я. Ты просто гений. А у меня такой же образ, да. Кто помнит осла я из Винни-Пуха? Замечательно. У осла я что было большое? Уши. Уши, да. Большие уши. Вот представьте, как он им похлопает. Представили? Ярко представьте с открытыми глазами. Дальше, что у нас осталось? Фор-хэт это лоб. Давайте подумаем, поднимайте руки, у кого хорошая ассоциация созвучна с фор-хэтом. Фор-хэт с кэтом? Не очень. Форт-машина, форт. Форт. Давайте два образа сделаем. Все-таки фор-хэт, да? Форт хороший образ, да. Хоккей. Хоккей с фор-хэтом не очень. Давайте что-нибудь, что знают все. Еще раз повторяю, когда вы вспоминаете сами одни, вы можете придумывать любые образы. Потому что в действительности вы должны придумывать, да, даже не придумывать. Сейчас я доскажу и спросите. Вы должны ассоциировать с первым, что приходит вам в голову. Потому что у вас уже в голове есть эта ассоциативная связь. Вам не нужно новую строить. У вас куча времени и энергии освобождается и запоминается намного легче. Память работает так, что на уже имеющиеся налепляется что-то новое. Итак, да. Мне кажется хохлатый. Что? Хохлатый, мне кажется. Хохлатый? Не, не очень слово. Да, давайте еще. Может быть, forehead, это, в принципе, если дословно переводить, то получится для головы. Стой, стой, стой. Не нарушаем технологию, ты можешь, да, дома запомнить как угодно. Вот, пожалуйста, еще раз. Созвучно, созвучно нужно будет, чтобы... forehead, балет. Что? Порхать. Порхать. Порхать? Фо-хэт. Ну, смотрите, давайте вместе будем. Ford, машину, кто знает? Вот, представили значок Форда. Кто знает, как значок Форда выглядит? Такой синенький, да, на нем Ford написано. Хорошо, на Foe придумали. На Head давайте придумаем. На Head легче. Head and Shoulders. Head and Shoulders, хорошо. Все, давайте остановимся на Ford и Head and Shoulders. Что такое Head and Shoulders? Отлично. Вот представьте машинку Ford, вы ее шампунем поливаете. Представили? Да. А на этой машинке, на этой машинке лицо мужчины лысого, у него лоб большой. Представили? Да. Отлично. Повторили три раза. Фо-хэт, фо-хэт, фо-хэт. А, и что осталось еще? Рот, да? Мауф. С чем мауф ассоциируется? Что? Мама? Мауф. Мауф. Смотрите, да. Мауф ассоциируется еще с английской мышкой, но это не очень хороший. А вот с мауф с мамой, созвучненько, да, сегодня день матери, поэтому хороший будет образ. Вам мама часто что-нибудь говорит? Часто. Вот представляем свою маму, которая что-то вам говорит, обращаем внимание на ее рот, вот, прям читаем по губам и запоминаем. Давайте три раза повторяем. Мауф, мауф, мауф. Отлично. И, 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 и. Хе, да? Ну, хе, давайте придумаем. Поднимайте руки, девушки подходят. Веер. Что? Веер. Фея? Веер. А, веер. Давайте, чтобы первая буква была такая же. Пожалуйста, бордовый. Эйр. Айпад эйр. Айпад эйр с хейр. Ну, первая буква не такая, но очень созвучно. Шея. Шея? Не, не надо. Это уже нек, это будет... Все, не спрашиваем больше. Мне понравилась девочка с айпадом эйр. Вот, кто знает, что такое айпад эйр? Ну, да. В наше технологичное время, странно, что... Не странно, да, что вы все почти знаете. Вот представьте, айпад эйр от обычного айпада, чем отличается? Он тоньше, да? Он маленький, тоненький. Вот представьте, что вы на волосы себе на голову этот айпад ставите. Представили? Да, вам еще нужно держать свое тело, чтобы он не упал и не разбился. Все, все запомнили? Давайте пальцевую гимнастику поделаем. Давайте с ушками и с носом. Быстрее, быстрее, быстрее. Кто-то тебе телефон на голову ставит. А теперь вот это самое сложное. В прямом порядке и в обратном. Замечательно. Итак, смотрите, в действительности, в действительности можно 50 в вашем возрасте с 9 лет, да, можно запомнить до 100, от 50 до 100 слов в день, в легко, любого языка, которого вы не знаете. По крайней мере, мы делаем так, что у нас товарищи за 2 недели 1000 слов дети запоминают. Как это делается? Технология вот такая же. То есть, чтобы вам придумать, мы долго придумывали, потому что мы к какому-то там консенсусу приходили, да, к общему смыслу. В действительности, сами вы придумываете первый образ, который созвучен. Запоминается очень легко. Дальше. Берете листочек, это больше для родителей, да. Берете листочек А4, режете на вот такие карточки. На одной стороне пишите слово по-английски, на другой перевоз по-русски. Делаете этот набор карточек и далее вытаскиваете слово, например, хэ, да. Сказал правильно, выкидываете. Сказал неправильно, засовываете в конец стопки. Итак, стопку 3-4 раза повторить и слова идеально запомнены. То есть, да, сейчас вы запомните не 100%, хотя, думаю, один из слов 100%. Итак, поехали. И, а что значит? Громко говорим просто. Уши. Отлично. Ну, нос не буду говорить. А как будет лоб? Замечательно, запомнили. А как будет шея? Замечательно. А как будет рука, которая не кисть, а рука? А как будет кисть? Замечательно. Получается образом вспоминать? Да. Вы можете в этот раз побольше меня поспрашивать. Любые вопросы, все, что касается технологии обучения, как что запоминать, легче, как быстрее читать и так далее. Поднимаем руки. Девушки, сами смотрите и подходите к теме. Несколько вопросов, остальные в перерыве. Вот какие вот правила, например, или вот ши, ит, итс, что если вот он где-то на, почти на всю тетрадь это правило, и надо его выучить всего за одну неделю. Как легче запоминать? Хорошо. Вот был вопрос про таблицу умножения. Про таблицу умножения, да? И медленно перейду к той таблице. Про таблицу умножения. Я в действительности разработал, я тестил методику, как за пару дней любой ребенок, даже шестилетний, выучивает таблицу умножения. Книжка у меня выходит там в середине декабря. Я это, да, вам рассказываю, как выучить. Наверное, больше родителям. В общем, делайте... Вообще, таблицу умножения для вас, для детей, да, запомнить почти нереально. Нереально в формате зазубривания, потому что это происходит очень долго и мучительно. В действительности, говорю, за пару дней, точнее за 3-4 часа можно выучить ее. Почему так происходит? Потому что, особенно современные дети, почему-то даже складывать не умеют и не совсем представляют, что это. Например, не знают, что 3 умножить на 4. Что означает 3 умножить на 4? 3-4 раза. Да, молодец. 3-4 раза. Все, тихо. К сожалению, не все это знают, да? Вот, чтобы ребенок, точнее вы, выучили таблицу умножения, вам нужно знать, что 3 умножить на 4, это 3 взять 4 раза. То есть, делаете карточки, где написано 3 умножить на 4, и делаете, не знаю, другие, другой формат карточек. Вот у меня он с яблоками. То есть, там карточки, где по 3 яблока, да, нужно взять 4 карточки по 3 яблока и соотнести их с этим. Соответственно, эта стопка карточек быстро перебирается. Если вы ответ сразу говорите, вы ее выкидываете. Если не знаете ответ, то вы кладете, берете соответствующие карточки яблок, соотносите, поняли, запомнили, положили в стопку назад эту карточку, потому что она снова вам вылезет, и вы ее еще раз повторите. Таким образом, получается так, что, во-первых, вы несколько раз повторяете то, что не запомнили, а то, что легко запомнили, вы это выкидываете. Это намного, вот это в 10 раз эффективнее, чем вы ходите, а мама вас спрашивает. 5 на 5, 7 на 7, 3 на 4. Но мама спрашивает вас те цифры, которые, то, что выходит у нее в голове первым. И это не всегда то, что вы плохо знаете. Поэтому вот это намного эффективнее. Теперь, что касается таких таблиц. Невозможно выучить практически, ничего не понимая. То есть, я не могу на этот вопрос ответить про таблицу, мне нужно знать, какую таблицу. То есть, если мне пример таблицы дадите перед глазами, я вам раскидаю. Так я не могу сказать. Про таблицу Менделеева мы делали эксперимент. Мальчик, Вася, 12 лет, выучил. Но мне было просто интересно, сможет, не сможет. Мы за 2 дня, занимаясь по 2,5 часа, выучили таблицу Менделеева. Так что, ну, 4-5 элементов он ошибался. Все элементы таблицы Менделеева, практически все, он знал название элемента, атомное число, кислотность, сколько орбиталей и так далее. То есть, 5-6 параметров из таблицы умножения он знал. Давайте спасибо, скажем, Шамиле. Давайте похлопайте себе за то, что... Аплодируем, да, за нашу совместную работу. Спасибо за субтитры.